Квантовая механика Становятся неразличимы между собой К примеру, мы можем описать электрон как частицу, а можем как электромагнитную волну И то и другое описание будет правильным, но ни то, ни другое не будет исчерпывающим Полное и достоверное описание физической реальности может быть выражено только в терминах информации Оказывается, что наиболее фундаментальной категорией материальной вселенной является ни пространство, ни время, ни вещество, ни энергия А это, не зависящее от них, нематериальная сущность То, что информация первична по отношению ко всему мирозданию, повторяется в Библии неоднократно Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было вначале у Бога Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть Вначале словом Божьим небеса и земля составлены, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются Словом Господа сотворены небеса Веки устроены словом Божьим, как что из невидимого произошло видимо и так далее В том же, что информация и категория нематериальная, вы можете легко убедиться самостоятельно при помощи весов и своего смартфона Взвесьте его, а после загрузите любое количество данных, книг, музыки, фильмов, а потом снова взвесьте Масса смартфона будет прежней, а значит, ничего материального вы к нему не добавили Да, мы передаем, получаем и храним информацию при помощи материальных носителей, но сама информация не зависит от них Одну и ту же информацию можем записать на бумаге чернилами, или на флешке с состоянием ее магнитных ячеек Передать в виде акустических колебаний воздуха или радиоволн Сама информация остается при этом неизменна За все время своего существования человечество накопило огромное количество информации Если бы мы попытались записать содержимое всех библиотек мира на микрочипах компьютерной памяти Из них можно было составить стопку высотой, как расстояние от Земли до Луны Но если бы мы только сумели ту же самую информацию записать на молекуле ДНК Их объем составил бы всего лишь 1% от булавочной головки Хотя на создание мегачипов трудились целые коллективы лучших в мире специалистов в области современных технологий Естественные носители информации, содержащиеся в каждой клетке каждого живого организма Оказываются в 10-13 степени раз эффективнее лучших достижений человеческого разума Так что утверждение о случайном их возникновении требует куда более слепой веры, чем предположения о разумном создателе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok